Фильмы о Гарри Поттере наполнены всевозможными фантастическими животными и странными персонажами, но на съемочной площадке происходят порой не менее странные события. И вот лишь некоторые из самых интересных закулисных историй, которые произошли во время съемок. В веселой начальной сцене Тайной комнаты Рон и Гарри летят на зачарованной машине Уизли Старшего в Хогвартс, потому что пропустили Хогвартс Экспресс. По прибытии они встречают, точнее, врезаются в Гремучую Иву. Это волшебное старое дерево должно было защищать школу от ученика, который также был оборотнем. Машина была сильно повреждена, само собой, но она была не единственной жертвой дерева, по крайней мере, в реальной жизни. В действительности использовалось очень много автомобилей для того, чтобы снять правильные кадры этой сцены – 16, если быть точным. Для съемок использовался автомобиль Ford Anglia 105E 1960 года, который в свое время был довольно популярен в Британии. Более 19 миллионов машин было произведено с 1959 по 1968 год, но вместо того, чтобы полагаться на компьютерную графику для этой сцены, команда по спецэффектам установила на площадке физическое дерево высотой в 26 метров ради съемок. Они также использовали 16 реальных автомобилей, каждый из которых был специально изменен в зависимости от того, что требовалось от сцены. Магия кино или много тяжелой работы? Судите сами. – Это будет убивать меня. Сначала планировалось использовать исторический Кентерберийский собор для съемок сцен, когда Гарри впервые входит в Хогвартс в философском камне. Несмотря на деньги, предложенные Warner Bros., старший священник отказался, выступив против языческих образов фильма. В результате проект переехал в Глоссарский собор. Удивительно, но старший священник Глоссара сказал, что многие люди комментируют дружелюбие собора и что это будет идеальное место для рассказа о мальчике, который заводит друзей в школе. Но, несмотря на то, что согласился старший священник, местные жители были этим недовольны. Многие были крайне обеспокоены этим, что привело к разговорам о протесте. Газета Glossacer Citizen получила много раздраженных писем, одно из которых даже было особенно оскорбительным. В нем был виден яростный протест против того, что в церкви будет сниматься кино по факту, неважно языческое или нет. Почетный священник объяснил BBC, что Большой зал, который будет использоваться для фильма, также использовался для встреч и рынков. Другими словами, остальные жители Британии отнеслись к этому спокойно. Кроме того, другие сцены также снимались в священных местах, например, в Даромском соборе, что доказывало, что не у всех англичан были проблемы со съемками фильма в Доме Божьем. Все помнят тот момент в Гарри Поттере и Философском камне, когда дети впервые входят в большой зал, поднимают глаза к потолку и видят сотни свечей, парящих над их головами. Это первое крупное знакомство зрителей с Хогвартсом, поэтому кинематографисты были просто обязаны сделать сцену максимально впечатляющей. По данным Amazing Book of Movie Trivia, команда по спецэффектам использовала настоящие свечи, которые были подвешены к потолку с помощью тонкой проволоки. План состоял в том, чтобы убрать проволоку в постпродакшене, и, если вам кажется это долгим и скучным занятием, так оно и было. Проблема, однако, заключалась в том, что свечи порой прожигали тросики и падали прямо на головы актёров. Жаркие были съемки. Продюсер Крис Коламбус позже рассказал Entertainment Weekly, что они смогли использовать первый дубль детей, входящих в большой зал, когда камера плавно поворачивается к потолку, но после этого кадра пришлось прерваться. Команда по спецэффектам решила, что это вызывает слишком много проблем, а также всё-таки слишком опасно. Короче, использовать настоящие свечи было слишком проблематично, и на всех последующих кадрах они уже были компьютерными. Джейсон Айзекс, который сыграл подлого блондина Люциуса Малфоя, в жизни совсем не похож на своего героя. Может быть, поэтому он посчитал, что ему нужно несколько глубже погрузиться в персонажа и сделать нечто злодейское и коварное. А что делают добрые люди, когда пытаются стать злыми? Правильно! Крадут вещи. Актёр сказал в интервью Bank Showbiz, «Однажды я попытался взять копию Ежедневного Пророка, потому что их были тысячи» К его чести, режиссёр Дэвид Йейтс создал у него впечатление, что ему и правда было разрешено взять себе копию, но позже ему помешали сотрудники Службы безопасности, которые сказали ему, что Йейтс хотел бы вернуть реквизит на место. Актёр потом сказал, что это было крайне неловко. В итоге, как сообщается, он остался с пустыми руками. – Моя самая опасность всегда была, и всегда будет быть, обеспечивающей школы и, конечно же, своих студентов. Тем не менее, согласно CinemaBlend, Айзекс был не единственным, кто решил прихватить с собой реквизит. Ныне покойный Аллан Рикман, который, как вы помните, играл Северуса Снейпа, украл целую кучу золотых монет из банка Гринготс в один из первых дней съёмок. Это одновременно создало прецедент для злого метода погружения в персонажа и повысило уровень безопасности на площадке. Как и многие дети, актёр Руперт Гринд, который играл Рона Уизли, всегда хотел иметь свой собственный фургончик с мороженым. Вы только представьте себе, каково это – иметь доступ к бесконечному запасу этих прохладных сладостей. Так или иначе, Гринд всё же не позабыл свою детскую мечту о том, чтобы иметь фургончик с мороженым, поэтому, будучи ответственным взрослым, он купил его себе. – Айс-крем-вэн? – Да. Я видел это. Это что-то, которое я всегда хотел, как ребенка. Это просто мечт. Одной из первых покупок актёра, ставшего суперзвездой, стал настоящий фургон мистера Уиппи Бетфорда 1974 года, который он держал, цитата, «постоянно заполненным». Гринд однажды похвастался в интервью, «в нём есть подходящий диспенсер мороженого мистера Уиппи, и я покупаю своё мороженое оптом, поэтому я никогда не обанкрочусь» Гринд не продаёт мороженое. У него нет лицензии, видите ли, но он весело проводит время, раздавая его бесплатно детям в жаркий период. И в последний день съемок он привёз фургон на съемочную площадку Гарри Поттера, снова похваставшись, «У актёров и съемочной группы было барбекю, а я поставлял леденцы и мороженое» Как хорошо было иметь его в команде! Аллан Рикман был не единственным исполнителем злодейской роли из вселенной Гарри Поттера, который оказался подозрительно склонным к случайным злодеяниям на съемочной площадке. Мы уверены, что это всего лишь совпадение, что только злые персонажи крадут со съемочной площадки вещи и разрывают барабанные перепонки других актёров, но именно так и было. Хелена Боном Картер, которая исполнила роль Белатрисы Ла Стрэндж, должна была совершать много злых дел, и одно из самых злых ощутила на себе барабанная перепонка её коллеги, Мэттью Льюиса. Картер угрожала герою Льюиса, Невиллу Долгопупсу, с помощью своей палочки, когда решила, что ей нужно встать в более опасную позу. Она сказала Entertainment Weekly, «Я думала, что могу размахивать палочкой как угодно и могу безопасно воткнуть её ему в ухо» Вроде пытки. Оказывается, Льюис двигался в совершенно другом направлении, когда актриса засунула палочку в его ухо, потому что закончилось всё это тем, что она пробила барабанную перепонку молодого актёра. Позже она призналась, цитата, «Он даже не говорил мне, что у него было внутреннее кровотечение в течение трёх дней после съемок» К счастью, ущерб оказался непостоянным. Тем не менее, Картер не скрывала того, что восприняла садизм героини слишком буквально, признавшись об этом в еженедельнике Entertainment Weekly. Само собой разумеется, что дети не всегда могут сдерживаться, даже если эти дети – актёры, которые играют в Гарри Поттере. И если вы хоть раз на задней парте рисовали грубую картину авторитетной персоны, то поймёте, почему актёр Рона сделал то же самое. После съёмок одного из ранних фильмов Руперт Гринд вспоминал, как рисовал неприличную картину с Алланом Рикманом в роли профессора Снейпа. Но, по данным Independent, взрослый актёр всё время стоял прямо за спиной Руперта. Если бы это была сцена, которая снималась бы для любого другого фильма, эта авторитетная фигура схватила бы картину, нахмурилась нарисовавшего и приговорила бы преступника к смертной казни. Или же в контексте Снейпа вам пришлось бы отдуваться ещё долгое время за свой проступок. – И на моем доске, на сегодняшний вечер, двадцатый актёр на «Верволзе», с особенностью на его определённости. Но, по словам Independent, Рикман поступил совершенно иначе. Он отнёсся к этому более принципиально. Причём настолько принципиально, что даже взял рисунок себе домой на память. Рикман позже вспомнил об этом, признав, – Я сделал ему скинуть, и у меня есть, в моей позиции. Ну, прям разрыдаться можно от этого. И ещё один случай является ярким напоминанием о том, что молодым актёрам не свойственна профессиональная выдержка. В этом случае непрофессионального поведения также участвовал Руперт Гринд, и, судя по всему, ему было крайне трудно отказаться от детских эмоций даже когда он стал старше. Однако мы можем догадаться, что происходило у него в голове во время этого инцидента, потому что, когда дети растут и развиваются на съёмочной площадке вместе с большим количеством других детей, они почти становятся маленькой семьёй, как братья и сёстры. И вот однажды все выросли, и, о боже, один из ваших друзей должен поцеловать другого! Господи, что за отврат! Так что да, примерно так и было. По данным Digital Spy, Руперт Гринд не мог удержаться от смеха во время съёмок фильма Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 1, в котором Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон обмениваются категорически страстным поцелуем. Позже Рэдклифф сказал W.E.N.N., что Гринд, по его словам, так сильно смеялся рядом с камерой, что его попросили покинуть съёмочную площадку. Видимо, он смеялся настолько громко, что перестал контролировать себя. А сложно это делать, надо признать, когда видишь такое. – Что ты, который выбрал мою любовь? – Слышь! – Твоя мама сказала, что ты бы любил меня, как сына. Ладно, это было весьма незрелое поведение Руперта, но чертовски забавное. Трудно представить стоического Северуса Снэйпа и обожающего шалости Альбуса Дамблдора. Но ещё труднее представить, как Северус Снэйпа и Альбус Дамблдор шутит над пердежом – во всяком случае, в мире Гарри Поттера. Но в мире съёмок Гарри Поттера возможно практически всё. По словам Космополитен, Аллан Рикман и Майкл Гэмбан решили пошутить над Дэниелом Рэдклиффом во время съёмок сцены для Гарри Поттера и Узника Аскобана. На сцене почти каждый ученик Хогвартса спит в спальном мешке в Большом зале, а Дамблдор начинает нагнетать обстановку, нажимая кнопку пульта дистанционного управления для пердёжной машины, которую он подложил в спальный мешок Дэниела Рэдклиффа. И, конечно же, это большой зал, так что звуки отскакивают от стен и эхом разносятся по всей комнате. И довольно скоро все начинают дико смеяться, даже стоический Снэйп и всегда собранный Дамблдор. – Они поставили фарм-машину в мою спать. – Эта такая эхо. – Да, и Майкл Гэмбан был запрещен в том, что я нашел. И это, дамы и господа, самая потрясающая сцена Гарри Поттера, о существовании которой вы даже не знали. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok